Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня обзор будет очень необычным. Наконец-то я выбрался из душной квартиры и решил снять свой обзор на природе. Погода замечательная, наконец-то на дворе уже практически лето и мы можем поговорить не только о пассивном отдыхе, но и о отдыхе активном. Поэтому я бы хотел вам посоветовать в сегодняшнем обзоре приобрести горный велосипед. В данном случае я вам расскажу о двух горных велосипедах. Последней модели 2011 года производитель Stern модели Dynamic 1.0 Поэтому всех призываю заниматься спортом и поправлять свое здоровье. Итак, сегодня я расскажу вам о двух велосипедах. Отличие у них достаточно обычное. Это всего лишь размер рамы. Первый велосипед, который находится справа от меня, здесь рама идет 18 дюймов. Второй велосипед, который находится передо мной, здесь идет рама 20 дюймов, то есть чуть-чуть побольше. Самое главное, когда вы приходите в магазин для того, чтобы выбрать себе горный велосипед, помните, что рама выбирается именно под ваш рост. Если рама не будет соответствовать вашему росту, то вам будет ездить на велосипеде очень и очень некомфортно. Собственно, продается он в полном варианте. Нет и передних, и задних щитков. Также отсутствует и крепление под бутылку, то есть нет ничего. Но самое что главное, у велосипеда есть все заготовленные опции. Есть болты для того, чтобы прикрепить крепление под бутылку. Также есть различные вариации крепления заднего крыла. Единственное, есть очень сложная и неприятная проблема. Переднее крыло очень неудобно крепить. Но с этим тоже можно справиться. Как вы видите, крылья я купил, или так называемые щитки, и смог с этой сложностью справиться. Крыло прикрепилось, защищает от грязи. Также и закрепил заднее крыло под сидушку. Теперь давайте поговорим о тех плюсах, которые есть у данного велосипеда. Конечно же, это стальная и очень качественная рама. Следующее, это очень надежные и крепкие педали, которые всегда будут вам придавать уверенности при езде. Хотя это и начальная комплектация, но уже есть амортизационная вилка. Вот ее 50 мм. Вот она. Также стоит отметить, что есть катафоты на переднем и заднем колесе. Вот они. И также есть катафоты спереди руля и сзади под сидушкой. Также стоит отметить и саму сидушку. Она очень удобная. При долгой езде вы не будете уставать. Колеса здесь 26 дюймов, их не размер. И если говорить уже о минусах данной модели, то это, конечно же, переключатели скоростей. Они очень хлюпкие и такое ощущение, что они могут в любой момент сломаться. Но уже велосипед тестировался долгое время. И могу сказать, что пускай у них ход слишком большой для переключения скорости, но все-таки работают они исправно. У данного начального уровня, у данного велосипеда 18 скоростей. Наверное, многие знают, что существует еще и большее количество, но в данной вариации их всего 18. Есть передний и задний тормоз, тормоза ободные. Тормоза также являются минусом. Эти тормоза не очень надежные, поэтому советую бы использовать данные тормоза в виде такого прогулочного варианта. Не старайтесь с большого спуска лететь на огромной скорости и попытаться резко затормозить. Данные тормоза с этим могут просто-напросто не справиться. Поэтому будьте внимательны. Навесное оборудование у данной модели велосипеда представлено производителем Sunrise. В целом, велосипед вызывает бурю эмоций. Очень хорошая комплектация, имеется в виду в виде опций. Все можно навесить, как вы видите, прикрепить и крылья, передние и задние. Есть опции и для того, чтобы сделать крепление под бутылку. Также у меня под крепление для бутылки. Внизу же есть крепление для насоса. В целом, велосипед очень хороший. Единственное, жалко, что нет в комплектации подножки. Она зачастую очень бывает нужна. Данный велосипед идеально подходит и для городского асфальта. Также можно на нем отлично покататься по бездорожью. Дорогие друзья, я еще раз напоминаю, что данный велосипед производителя Stern. Модель Dynamic 1.0. Купил я его в магазине Sportmaster через интернет-магазин. Доставили очень быстро на следующий же день. Доставку очень порадовало, потому что велосипеды были полностью заупакованы в защитную пленку. Были упакованы и тормоза. Также сама рама была покрыта защитным картоном. Также в комплектацию входило огромное количество всевозможных инструкций. Там даже был такой пункт, что делать, если вы упали с велосипеда. Поэтому комплектация очень богатая. Вам расскажут о том, как им пользоваться. И самое, что главное, велосипеды привезли уже в сборке. Это было абсолютно бесплатно. Оба велосипеда с рамой 18 и 20 обошлись всего лишь в 12 тысяч рублей. Это очень маленькая цена за такой качественный товар. А этот велосипед начального уровня. Идеально подойдет для всей семьи. Поэтому, дорогие друзья, пора выходить на улицу, кататься на велосипедах и заниматься активным образом жизни. С вами был Владимир. Желаю вам здоровья и удачи. Скоро с вами снова увидимся. В заключении обзора хотел бы вам напомнить, что данные велосипеды продаются абсолютно пустыми. То есть, отсутствуют и крылья, и крепежи под бутылки. Но для этого есть все необходимые опции. Поэтому все можно будет докупить отдельно. Также регулируется по высоте и сидушка, и руль. Из приятных особенностей стоит отметить передний амортизатор. Ход его 50 мм. Также очень качественные и небумажные колеса, которых вам хватит на длительное время. Продолжение следует...